Славься, Отечество! Дать вам слово благодарности, сказать, что в каждой школе есть ориентиры. Действовал максимально быстро, я помогал всем, кому мог, чем мог, естественно, вводил людей в сторону Экспо и людей, которые зашли в тупик. Я тоже пошел за ними, помочь им, естественно. Я, честно говоря, немного в моменте расстоялся там. Я думаю, что там я был среди толпы людей, что мы там огоньные поражения, отлетели гранаты и толпы людей. Но, слава Богу, все обошлось, и все люди, которые у меня вышли, и в том числе я, увидели мне здорово. Подвиг тех ребят, которые учатся в вашей школе, это как раз и есть подвиг настоящих героев. Знаете, когда я видела, как ребята выводили, десятки людей, и мы понимаем, что тем самым они спасли их жизнь, я поняла, что в нашей стране есть будущее. Потому что эти ребята точно не дадут в обиду своих девушек, своих будущих детей, дадут в обиду свою страну. Поэтому, ребята, низкий вам поклон. Огромное спасибо педагогам, которые закладывали в вас те ценности, ориентиры, которые помогли вам, самое главное, собраться в кризисной ситуации. Я хочу сказать, что это очень большой дар. Ребята, не бойтесь, двигайтесь, мечтайте. Всегда есть время и место для добрых дел. А мы, взрослые, с вами рядом. При оказании помощи пострадавшим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще, именно трагедии, которые произошли родителям провожаем детей в классе. Когда ребята выходили, я увидела, что там нет ни тени, ни какой-то гордости, тщеславия, что вот мы такие молодцы. Они выходили скромно, потупив взор. И видно было, что все это очень смущает, что для них это внимание повышенное, оно такое пока сложно воспринимаемое. Поэтому вот в этом главная ценность. Когда люди делают, не думая, потому что по-другому не могли сделать. Наши дети не могли сделать по-другому. Несмотря на свой возраст, такой еще совсем юный. Я говорю, когда ребята выходили, сжималось сердце, потому что понимала, что их правда самих нужно было спасать. А при этом ребята побежали и попытались всячески помочь тем людям, которые пошли не туда. Это правда удивительно. И мне кажется, что это больше всяких слов. Просто ощущение того, что сделали эти дети. Я чувствую себя более-менее нормально, потому что общение с людьми... Как-то я забываю те моменты, которые случились 3 дня назад. И люди вообще не помогают мне. Что у тебя получается на кухне? Да. Изменилось как-то внутренне. Осмолил... Ну, смысл поменялся в жизни, можно сказать. Потому что я понял то, что лучше рискнуть одному, чем рискуя сотни людей. Дальше. Подписывайтесь на Малыш. У меня получится. Дальше. time. Но они уже такие герои и являются примером.